всем здравствуйте все видос будет посвящен обзору полтора покупка вообще поход в аптеку которая как бы так планировала и скажем так один добрый верующий в лёльку задонатил лёльке спасибо за вчерашний стрим и скажем так как бы ну допустим у вас был бы выбор подарка хотите вот этот подарок или хотите этот подарок а так как я гуляла с подружкой мы к сожалению из-за погоды на левый так и не сходили сходили по правому и как бы к ней собирались мне это не холодно люди там мерзнет ей как бы хотелось в тепло и то мы к ней шли домой а как бы к чаю надо что-то а как говорится вкусняшку вкуснее есть в компании в общем сначала я решила обозреть масло чайного дерева из моей любимой фирмы эфирных масел вот именно вот эта фирма почему-то на зоне отсутствует он сейчас уже присутствует но когда я искала там не было эфирное масло чайного дерева косметическое сто процентов 10 миллилитров фирма натуральные масла если я не путаю да натуральные масла вот именно вот такие девочка из израиля забыла как это звать именно от такой фирмы масла очень хорошие вот эфирное масло чайного дерева обычно стоит 130 140 сколько бы не стоило вот здесь не поверите я его за 56 рублей купила я еще так удивилась а почему чё не так она сделана 4 в общем в апреле этого года три года сроку него годности я никогда мне не попадались масла чайного дерева именно этой фирмы вот лавандовая часто покупала там розмарин еще чего-нибудь мяты но этот раз мяты не было вообще никакой вот реально пахнет чайным деревом не по ней не чем-то не или чем-то непонятным или еще что-то именно чайное дерево слушайте 56 рублей вот за это вот это мне и так то его как бы надо было даже если бы не его не надо было я бы его все равно купила короче вот если у вас где-то в аптеках есть и не в аптеках где угодно там есть какие-нибудь магазины с эфирными маслами если есть там вот этого фирма н.м. натуральные масла любое масло этой фирмы берите не раздумывая и они в принципе ну чаще стоят примерно так же как остальные масла иногда бюджетнее вот в этот раз в роли чайного дерева оно в три раза наверное дешевле вышло чем то которое покупала последний раз на зоне оно оказалось вообще совершенно не чайным деревом а еще купила себе уголь активированный 5 рублей стоит давно не покупала уголь активированный раньше он был в какой-то бумажке такой а в этот раз он такой хренатенький поход в аптеку это по пути уже домой вот в таком красивом пакете 275 рублей удовольствия 210 грамм конфеты вишня в ликере шоколадные конфеты внутри значит такой этот жиденький ликерчик и вишенка нам с машкой попались а вообще ее мамой две конфетки мне и ей такие вот как мармеладка такая натуральная мармеладка влад мне такие присылал натуральные мармеладки яблочные тут такая натуральная мармеладка вишенка с алкоголиком да потом такая жиденькая классическая вишня в ликере или в чем-то там и такая густенькая вишенка точнее вишенка густенький такой ликер как кисельчик разнообразные такие густоты наполнения начинки и состав очень хороший никакого пальмового масла нет В общем, вот так вот выглядела коробочка. Со всех четырех сторон она была такими круглыми липучками присобачной. Липучек уже нет, потому что я вскрывала там. И здесь оно вот так, на самом деле, уже вверх ногами, потому что я закрывала. Династия. Я у династии как-то покупала шоколад. Кстати, это продавалось в этом, в Афанасии, который на Ростовской, в Угличе. Как-то покупала, по-моему, тоже в Афанасии эту династию шоколад. Шоколад мне как-то не прониклась им. Ну, какой-то такой обычный, никакой вообще шоколад. А вот эти конфеты, в общем, вот так вот оно открывается. Это вообще, на самом деле, это уже вверх ногами я поменяла, но, в общем, сейчас открою так, как оно изначально было, хоть крышечки и поменялись местами. В общем, вот такая вот крышечка, что та, что другая. Вот так вот оно выглядит. Вот такая вот хренатенька, пластиковая, на которой написано Ди Апостров Насте, Насте Е. Р в кружочке и Династия сама по-себе по-русски уже. И вот так вот, что-что осталось. Ну, я поделилась с Машей, ее родственниками и себе немножко оставила. И, ну, мы там еще похавали. В общем, вот такая вот конфетка. Так, аккуратненько завернута. И тут вот такой вот обычный черный хороший шоколад. Я надкусывать ее не буду, потому что, не поверите, в меня ничего не лезет. Я даже есть не хочу, хотя ко мне вот подружка собирается, и она планирует со мной поесть блинчиков с мясом, а я, ну, очень не хочу есть. Я думаю, что я буду сидеть, а она будет есть. Ну, может быть, аппетит приходит во время еды, и в компании вкуснее, и я все-таки съем какой-нибудь блинчик. Липкая. Тает. Короче, очень вкусные конфеты, если где увидите. Если вы любите конфеты, вишня в ликере, в шоколаде, вообще вишневые конфеты, или типа того. И да, там вот этот состав такой хороший, там действительно кусочек этой вишни имеется. Где вот конкретно кусочек вишни, где именно такой, как типа цукатик, как нам в первом варианте попалось. То, короче, я вам советую такие вишни. Такие вишни, да, такие конфеты. Сейчас я даже состав вам зачитаю. Тут, в общем, конфеты шоколадные с темным шоколадом, ликерной начинкой и цукатами вишни. Вишня в ликере. Состав. Темный шоколад. Это какао тертое, сахар, масло какао, эмульгатор лицетин соевый, ароматизатор антидетичный натуральному ванилину дохренсим. Эмульгатор Е476, но я считаю, что это еще как бы приемлемо, учитывая, что нет пальмового масла. Начинка ликерная в скобочках патока, сахар, цукат и вишни, коньяк, лимонная кислота, волокна цитрусовые, консерват сарбат калия, ароматизатор антидетичному натуральному вишня и усёк. Вот. Сделано оно, кстати, было 6 июня. Масса нет, так как я уже говорила, 210 грамм. Ну, срок у него 12 месяцев, то бишь оно вот, ну, грубо говоря, ему чуть меньше месяца, как оно сделано. Ну и в шоколаде содержится, в общем, массовая доля чего-то там, сейчас найду, а, остатка этого шоколада не менее 48%. Жирных насыщенных кислот 20,6%. Вот такое вот части. Всем спасибо, всем пока!